В Новый год в новую квартиру жители Цивильска дождались переселения из-за аварийного жилья. Они обращались в нашу редакцию за помощью еще в прошлом году, когда внезапно стало известно, что их дом по бумагам якобы переселен. Однако на деле снесли и переселили другое здание, что стояло по соседству. Адреса у домов были идентичные, отличала их только буква «А». О запутанной истории со счастливым концом расскажет моя коллега Екатерина Храмкина. Стены в плесени, пол обваливается, проводка на ладан дышит. Жители деревянного барака 1963 года постройки ждали переселения с 2012 года. Тогда их дом по адресу Советская, 72, признали аварийным. Однако в 2017 году на официальном сайте реестра ЖКХ появилась информация, что этот дом уже переселен. Жильцы забили тревогу и стали обивать пороги районных чиновников. Оказалось, что вместо их дома снесли соседний по адресу Советская, 72А. Но буква «А» предательски исчезла со стены здания, поэтому в документах обозначили неправильный адрес. Пришлось аварийному дому менять место регистрации. Для уточнения ему присвоили звание «Корпус-1». Обо всем этом жители рассказали нам еще в январе прошлого года. Администрация Цивильска парировала. Новых домов в городе пока не сдают. Жильцам предложили подождать расселение во временном жилье. Однако люди отказались. Жильцам предлагалось так же временно пока, чтобы не жить в аварийном жилье, переселить их в специализированный жилищный фонд, на что они наотрез отказались, боясь, что данные права по расселению они потеряют. Хотя неоднократно было им пояснено, что никаких прав они не теряют. И также администрация обязана будет их переселить. Однако понимания не нашли. И в этот период жильцы жили также в этом аварийном жилье. Хотя неоднократно также уведомлялись. И письменно им высылали письма. Уведомляли их о возможности расселения. С тех пор жильцы прошли немало инстанций и ведомств. Правительству Чувашии почти за два года все же удалось решить проблему. Из республиканского бюджета было выделено 7 миллионов рублей. На эти деньги в Цивильске смогли провести конкурсы и закупить первые четыре квартиры. Двум семьям из аварийного дома уже вручили ключи. Пока шли разбирательства в их деле, семья Барсовых с двумя детьми снимала жилье. Но сейчас Ольга уже вдохновенно продумывает, куда она поставит обеденный стол и какой закажет гарнитур. Большая кухня в новой квартире на Канажском шоссе дает простор для фантазии. Кстати, площадь жилья теперь на три квадрата больше. Долгожданная наша квартира. Долго шли мы к этой квартире. Долго оббивали все пороги. Но, слава богу, добились. И к Новому году хороший подарок. Переклеим обои, потому что темноватый немножко для меня этот. А так очень все устраивает. Балкон достаточно большой. Светлане Филипповой квартира досталась в другом, но тоже новом доме по адресу строителей 8. Чему она несказанно рада. Рядом с моим домом стоит очень хорошая новая школа, построенная очень удобно для детей. У меня на следующий год, через год пойдет школа. И садик рядом. Это очень удобно будет. Такая радостная новость и подарок, как бы говорится. Но постараемся на Новый год заехать. Еще трем семьям, которые живут в аварийном доме по адресу Советская 72, в администрации цивильского городского поселения, планируют выдать ключи от новых квартир до Нового года. Со всеми жильцами сначала будет заключен договор социального найма, а затем они смогут подать документы на приватизацию жилья. Сейчас в городе остаются еще четыре многоквартирных дома, подлежащих расселению. По расчетам специалистов, на это необходимо около 25 миллионов рублей. Екатерина Храмкина, Леонид Петров, Никита Углев, Вести, Чувашия.